Планировал я делать другой ролик, но тут неожиданно появилась такая новость. Очередной высер от Олега Кашина. Всем известно, что он националист и фашист, но им принято как бы скрываться. А Олег Кашин, решив, что он теперь находится в Лондоне и никто, видимо, его не достанет, находясь при этом в информационном пространстве русскоговорящих людей, позволяет себе с каждым разом все более и более шовинистические и фашистские высказывания. На этот раз он отличился тем, что усомнился в существовании татарских и башкирских поэтов Габдулы Тукая и Мустай Карима. Он посчитал их недостойными для того, чтобы их имена были увековечены в названиях Казани и Уфы. При этом он сказал, что Казань в большей степени русский город. Вообще, послушайте, что позволяет себе этот мерзотный тип, кстати, с внешностью рыжего монгольца. Такая война началась, что просто люди просят отменить, пожалуйста, конкурс, иначе начнут друг друга люди убивать. Да, да, конечно. Более того, там мои друзья-патриоты в Москве, русские, националисты, имперцы, там кто угодно, наоборот, говорят, что какой Габдула Тукая в Казани? Нет никакого Тукая, давайте делать Лобачевского. В принципе, я тоже считаю, что, конечно, Лобачевский для города Казани, который все-таки в большей степени русский город, при всем уважении, значит, больше, чем Габдула Тукая, прости господи. Но по факту, да, вот национальные наши республики уже это фарш, который не проворачивается назад. И, конечно, надо смириться с Тукаяем этим, с Салаватом Юлаевым в Уфе, потому что... Нет, там нет Салават Юлаева, кстати говоря. А кто там есть? Ну, там есть советский летчик, там есть, сейчас скажу, поэт, тоже Мустай Карим. Мустай Карим. Да, 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 ну и так далее. Вот тут тоже, ну, это отдельная тема, на самом деле, но, конечно, какой позор, да, что формально, да, с точки зрения официальной, там, не знаю, риторики, Россия, да, это равноправная совокупность равновеликих народов, потому что вот нам говорят, вот у русских есть, не знаю, Пушкин, да, а у Башкир есть Мустай Карим. Нет никакого Мустая Карима, его придумала советская переводческая школа. Ой-ой-ой, тонкий лед, очень тонкий лед, Олег. Ну, да, я хочу про это сказать, потому что вот тоже вернемся к Егору Летову. Мне очень хорошо сказал его друг Максим Семеляк, что давайте относиться к Летову в этом конкурсе не как к лидеру гражданской обороны, а как к лидеру проекта «Коммунизм», где такие гротескные советские песни на стихи Сулеймана Стальского. Вот тоже я как раз читал томик Сулеймана Стальского и стихи с рефреном «Мерзавец», которые были песни Егора Летова. Вот, конечно, это вершина вот этой школы национальной поэзии, которую нам пытаются навязать как нечто сопоставимое с русской поэзией. И, конечно, эти стихи Сулеймана Стальского писал Семен Липкин, безусловно, да, никакой вообще не Сулейман Стальский. И, конечно, все это такой фейк, все эти поэты республик, кроме, извините, наверное, Прибалтики и, может быть, Украины. Не знаю, мне кажется, что как раз по смыслу, Олег, вам должно понравиться, потому что одна из самых известных строчек Мустая Карима «Не русский я, но россиянин». Опять же, прекрасно, что он россиянин, там, не знаю, башкирского происхождения, все такое, но тоже, чтобы, 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 вот, башкирский великий, там, уважаемый, все такое народ доказал мне свое равенство моему народу, русскому, при всем уважении, я не могу... А у вас есть, значит, народы, которые равны, а есть, которые ровнее? Ну, слушайте, вот я сейчас в Англии, да, конечно, английский народ великий, да, и потому что он дал миру Шекспира и Гарри Поттера, и потому что он завоевал полмира, и потому что он, там, не знаю, по всему, да, и есть народ, там, не знаю, туркменский, тоже, наверное, клевый, да, но при этом мы понимаем разницу масштабов, разницу складов. Есть мировые культуры, есть локальные культуры, есть вообще спорные культуры, как те парни, которые американского этого самого проповедника из Луков на днях убили, да, если помните. Вот, ну, то есть, глупо отрицать, что не то, что там некоторые ровнее, да, что у одних вклад больше, у других меньше, третий вообще украинцы, извините, да. Вух, Олег, вы сегодня прям бьете рекорды мне ко школу. Калининградский мальчик Олег Кашин писал на доске Ельцинвор? Хуже, извините, пожалуйста, вот сейчас страшное прозвучит, калининградский мальчик Олег Кашин рисовал свастику на доске и писал русское национальное единство. Извините, ради бога, я предупредил. То есть, в общем, Путин вор, это малейшее, милейшее, я бы даже сказала. Более того, а на Крузенштерне, на паруснике нашим легендарном, 4 июля 2000 года, мы, будучи в городе Нью-Бэтфорд, штат Массачусетс, сорвали из какого-то дома частного американский флаг, и, будучи людьми осторожными, уже на судне принесли его и сожгли. И, поскольку мы еще не видели фильм «Брат-2», но вот этот внутреной антиамериканизм в нас рос. Надеюсь, с британским флагом ты ничего не делал, а то услышат тебя еще. Британским флагом ничего не делал, но у меня его и нету ни в каком виде. Я храню дома российский флаг и, да, и советский даже. Итак, вы все слышали. В Фейсбук на татарских и башкирских страницах, конечно же, разразился скандал. Даже депутаты татарского происхождения в Госдуме выступили с заявлением, что невозможно терпеть подобные высказывания. Как ни странно, даже Максим Шевченко, который не отличается особой деликатностью, правда всегда становится на сторону национальных меньшинств, вот что он написал в своих соцсетях. Дурачок Кашин проговаривает громко то, что все фашисты думают про себя или пробарматывают на кухне. Это их Россия. Пусть народу России слушают, слышат, думают и делают выводы. Им отводится по-любому место для туземцев на обочине либерал-фашистского проекта русского мира. Мы живем во время уничтожения масок и это здорово. Я ловлю себя на мысли, что, о боже, в этот раз я должен даже поаплодировать Максиму Шевченко. Вот такая странная и пестрая страна Россия, где все резко переворачивается. А теперь мой вопрос к Венедиктову. Послушайте, Алексей Алексеевич, вот я сейчас взываю к вам, как к человеку, у которого есть какие-то еврейские корни, а может быть и вся родня еврей. Кстати, для особо ушибленных объясняю. Я не башкир, не татарин и не еврей. Но меня, как человека, прожившего почти 30 лет за пределами России, глубоко возмущают высказывания подобного толка. Итак, мой вопрос к Венедиктову. До каких пор вы будете давать площадку на многомиллионную аудиторию таким отморозкам, как Олег Кашин? Ведь они даже не скрываются. Ведь они открыто говорят о своей политической ориентации. Они с удовольствием смакуют подробности из своего детства и юности, гордясь тем, что они рисуют свастику, а может быть даже держат ее у себя дома. Но это их дело пусть только на людей это не выплескивают. Кашин из раза в раз появляется в ваших передачах. Вам что, больше пригласить некого? Действительно, вот это рыжее мурло говорит то, что вы хотите транслировать на свою аудиторию? Я понимаю, что вы провоцируете. Но и провоцировать нужно где-то в каких-то рамках. Вы хотите, чтобы эти зерна взросли? Вы хотите, чтобы он как можно больше сеял своего зла в мозгах неокрепших? Вы хотите, чтобы кто-то подхватывал его идеи? А может быть гордился таким, что есть вот такое давно Олег Кашин? Ведь вы же все-таки претендуете на приличное средство массовой информации. Вас ведь все-таки слушают интеллигентные люди. Ведь Олег Кашин всегда, из раза в раз, и в моих роликах, только 3 или 4 раза я упоминал его, он позволяет себе в той или иной степени свои фашистские националистические высеры. И вы закрываете на это глаза. Ведь ведущие, даже ведущие находятся в шоке. Наверняка, либо вы после слышали, либо вы делились с ними. И что? В очередной раз закроете глаза? За? Послушайте, ему не только бойкот нужно объявить, как это сделала Альбатс. Кстати, единственное, слава богу, что хоть она это сделала, ему вообще нужно закрыть дорогу, не только на это радио, вообще везде. И иначе бороться с этим нельзя. И пусть он сидит в своем Лондоне и не будет иметь возможности зарабатывать, он и так там сидит наверняка на пособии английского государства. Друзья, вы можете поставить лайк и продвинуть это видео в топ. Давайте покажем, что мы против таких, как Кашин. Может быть, этот ролик увидят многие. И может быть, даже этот ролик дойдет до Венедиктова. Итак, я призываю бойкот Олегу Кашину. Если вы за меня, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok